Число жертв стрельбы на базе ВМС США в Вашингтоне возросло до 13 человек. Ещё 14 ранены. Среди погибших и сам подозреваемый в этом массовом убийстве. Информацию о наличии второго преступника полиция позже опровергла, заявив, что не нашла доказательств. Трагедия произошла утром в понедельник в административном здании, где находилось около трёх тысяч человек. «Выстрелы были на четвёртом этаже, где я работаю. Они звучали приглушённо, потому что это происходило довольно-таки далеко от нас. А затем через наш отдел побежали люди, говоря нам выходить из здания. Они не сказали, что там был стрелок. Но примерно через две минуты заработала пожарная сигнализация. А это сигнал для эвакуации всего здания». В убийствах подозревают 34-летнего Аарона Алексиса, жителя штата Техас. По данным полиции, он служил в ВМС США с 2007 по 2011 год. Как предполагается, в здании Алексис проник по чужому пропуску. Знакомые мужчины сообщили, что он страдал неконтролируемыми приступами гнева, причём психологические проблемы начались у него после терактов 11 сентября 2001 года. Он был их свидетелем. В связи с инцидентом в здании ВМС с заявлением выступил Барак Обама, выразив соболезнования родственникам погибших. По его словам, среди убитых как военные, так и гражданские лица.